Я уже с утра говорила вам о том, что у нас сегодня будут интересные люди в гостях. И они уже здесь, поэтому прямо сейчас вам их и представлю. У нас директор Федерации органического движения Искендербека Дералиев и фермер органического Аймакае Джаней Джер, Нурсултан Дженебек Улу. Доброе утро. Утро, давай. Это достаточно интересная тема. Вот даже звучит интересно. Фермерская органическая продукция. Можете рассказать вообще, как давно вы существуете? Ну, наша федерация получила в 12-м году, в сентябре месяце. Вот с этого времени мы именно проводим такую агитационную, так можно сказать, работу, чтобы развивать организм и сельскохозяйство у нас в Кыргызстане. Наша федерация, она зонечная организация, которая лоббирует и создает условия для наших организм и фермеров. Чтобы они дальше развивались. И мы продвигаем органическое сельскохозяйство повсеместно по Кыргызстану. Объединяем всех интересующих фермеров именно по органическому сельскому хозяйству, а также переработчиков. И вот их объединяем, и для развития органического производства мы создаем условия на территории Кыргызстана. А вот как вообще происходит это объединение? То есть как-то съезжаются в одно место все фермеры, делятся каким-то опытом, возможно, как правильно выращивать фрукты и овощи? Ну, после организации нашей федерации, мы повсеместно по Кыргызстану, это в 2013 году, проводили разъяснительную информационную работу среди фермеров. Практически мы побывали во всех областях. И там обучали наших фермеров, рассказывали вот особенности об органическом сельском хозяйстве, в чем оно заключается, какие возможности, какой потенциал имеется в Кыргызстане. Вот таким образом мы практически во всех областях вот только работу проводили. Потому что органический, вот органика термин, вроде ясный термин, но органическое сельскохозяйство в чем заключается, конечно, среди фермеров, вот такая информация, или там, ну, не было. С этого мы начинали свою работу. Потом, конечно, желающих, в общем-то, вот интересующих фермеров очень много было. Даже среди работчиков обратились. И таким образом они вошли в нашу федерацию, в состав федерации. И сегодня, ну, это повсеместно, по всем миру идет такое движение. Вот все говорят о зеленой экономике, об органическом сельском хозяйстве. Но у нас в Кыргызстане есть такой большой потенциал. Это органика, если так простыми словами сказать, это все естественное, чистое. У нас в Кыргызстане именно природные ресурсы. Это вода, земля, воздух, горы, пастбище. Сегодня так можно сказать, уверен сказать, она по сравнению с другим государством, она чище у нас. Поэтому потенциал у нас большой. Мы должны сегодня переходить от количества к качеству, потому что конкуренция именно в рыночных отношениях, она основной роль играет. Поэтому мы с производством качественной продукции можем этот самый, ну, состязаться именно нашим и соседям. Ну, Руслан, вот у меня вопрос к вам, как к фермеру вообще, как вы пришли к фермерству? Почему именно этим начали заниматься? Я сам по специальности ветеринар, и это, естественно, связано с сельской хозяйственностью. У меня есть небольшое хозяйство, где я выращиваю скот, занимаюсь растениеводством. И в наше время стоит проблема, что нехватка пастбищ. И из-за этого многие люди сейчас занимаются стойловым содержанием скота. Используют химикаты, минеральные удобрения для выращивания растений. И это очень пагубно сказывается на здоровье животного и вообще на мясе и на молоке в целом. Поэтому я как фермер, который поставляет продукцию на рынок, я обеспокоен, я несу ответственность за здоровье людей. Поэтому я сильно заинтересован на переход в органику. То есть вы продолжаете лечить животных и также занимаетесь фермерством? Да. А вопрос такой, как вы попали в эту федерацию органического движения? Туда как-то особенным каким-то людям, возможно, доступ или без проблем туда можно ввозить? Наше село, Джангджир, оно является органическим селом в 2014-м году. В 2014-м, в 2015-м году органическая марка, Диана Дирх. Мы все перешли на органику, то есть все мы стараемся не использовать химикаты, пестициды, гербициды и всякие минеральные удобрения. То есть как-то вы заявляете о себе то, что вот мы не используем никаких химикатов, вас приходят, проверяют определенные люди, и после этого вы состоите в федерации или как-то по-другому это проходит в процессе? Нет, они, ну органическая марка, это модель устойчивого развития с хейс-капшин, вот мы так назвали. Потому что когда вот желание фермеров, которые проживают на данном Аймаке, мы изучая вот это все состояние, потом же вот их этот самый потенциал, чтобы заниматься органикой, мы с ними проводим, в общем-то, общее собрание. И вот у вас есть такой потенциал, возможность, можете заниматься органикой. После решения общего собрания, вот этот протокол направляется на местные кенеш, вот они изучая вот эту ситуацию и потом выносят решение. Наше село Дянгдир является органическим Аймаком в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. После этого мы обучаем фермеров. И вот к нам поступать, вот членам федерации, здесь никаких проблем нету. Кто желает заниматься органикой, сельским хозяйством, он просто может стать членом нашей федерации. Вот таким образом сегодня по Кыргустану у нас 12 органикой Аймаков. Это в Весипольской, Таласской, Нарынской, Чуйской областях. И в Голобатской области тоже вот с этого года мы начали образовывать Аймаки. Мы хотим популяризировать именно органические Аймаки по всем Акаргустану. Потому что если одно село полностью не перейдет к органике, органическому сельскому хозяйству, все мы знаем, что наши фермеры после реформы, мы все стали мелкотоварным производством. Поэтому 2 гектара, 3 гектара поддельности переходить к органике, это по требованиям органического сельскохозяйства невозможно. Потому что поливная вода одна, там ограждение, вот это все невозможно. Поэтому мы полностью село, что перешло к органическому сельскому хозяйству. Вот именно в этом направлении мы проводим работу. То есть я понимаю так, что происходит какая-то агитация правильных людей, но сложно ли бороться с тем, что люди привыкли использовать какие-то химикаты, чтобы выращивать побольше и побыстрее? Интенсивные технологии, это, конечно, мы еще не отвыкли от этой технологии, потому что в течение более 70 лет мы занимались традиционной технологией. Сегодня переход к органике, конечно, тоже такая, ну, большой вопрос, так можно сказать. Когда вот мы обучаем фермеров, проводим вот это все продвижение среди фермеров, они в первую очередь спрашивают, хорошо, вы нас агитируете, вот вместо химических там синтетических удобрений, препаратов и так далее, и прочее, вот что использовать органическое. Конечно, первое время, в 12-м году, это, конечно, тяжелее было, потому что производителей именно органических удобрений мало было. Сегодня именно по этим вопросам никаких проблем нет, потому что у нас имеются местные производители, при Министерстве сельскохозяйства, частные производители и со стороны Российской Федерации, с Южной Кореи, Швеции, все вот производители заходят и предлагают свое органическое производство. Там биологические препараты, там органические удобрения, поэтому здесь никаких проблем нет, кроме того, по ценовой политике. Если минеральное удобрение там стоит килограмм 18-17 сомов, а органическое стоит там 1600-1700 сомов. Разница именно вот большая и нашим органическим фермерам по карману. Ну, а есть ли какие-то проходят праздники, например, с приходом осени, праздник урожая? Вы понимаете ли вы участие? На местах мы называем День поля. Мы показываем результат урожайности на поле. Летом проводим тоже такие мероприятия, там показываем фермерам, как обрабатывать, например, органическими препаратами, как использовать органическое удобрение, как использовать технологии водопользования. Вот это все мы показываем на поле. И каждый год осенью мы проводим выставки и ярмарки в городе Бишкек. И там проводится популяризация органического сельскохозяйства. Мы показываем потенциал Кыргызстана. Даже в этих выставках и ярмарках приходят иностранные гости. И своими глазами, когда смотрят, они удивляются. Оказывается, большой потенциал в Кыргызстане. А вот как ценовая политика? Я вижу, что достаточно хорошо выглядят эти овощи, которые здесь в корзинке. Достаточно красиво. И они же органические действительно. Как с ценами? Это продукция органическая аймака Диангзир. По мировой практике органическая продукция должна быть, конечно, выше по ценам на 20-30%. Сегодня, когда мы проводим работу, мы говорим, Дело не в том, что цены. Конечно, фермеров интересуют цены. Сегодня мы говорим, самое главное, это здоровье нашего подрастающего поколения. Мы понимаем и видим, что сегодня проблема номер один. Молодежь, все аллергии у них, там анемия и так далее и прочее. Потому что это, во-первых, от экологической обстановки, природно-климатических условий, потом питание, качественное питание. Потому что сегодня мы же едим, что мы же практически едим именно синтетику, синтетические продукции, которые насыщенные синтетическими удобрениями и так далее и прочее. Поэтому органика, наш принцип, это здоровье, экология, забота, честность. Именно соблюдая вот эти четыре принципа, мы работаем. Здесь вот эта продукция имеет сертификат, это для местного рынка. Это система, подсистема гарантийного участия. Вот когда мы выставку проводим, некоторые потребители, покупатели приходят, и вот они, тестомер у них, они вот эту, каждую картошку там, все проверяют. Не доверяют, а проверяют все-таки. И удивительно, вот показывает ноль, там абсолютно симмикатов нет. И вот они после проверки, даже вот не этот самый, не доверяют на наш сертификат, и вот они своими этот самый прибором проверяют, а потом покупают. Поэтому органическая продукция, это самое главное здоровье. Ну да, вот тема нашего эфира вообще сегодня интересные люди, и ваша сфера, она достаточно интересная. Хочется сказать спасибо большое, что вы занимаетесь этим делом. Ну и кроме этого, то, что вы пришли к нам на эфир, пожелать вам хорошего дня. Ну а я напомню, что в гостях у нас были директор Федерации органического движения Эскендербек Айдер Алиев и фермер органического Аймака Джаней Джер, Нурсултан Дженебек Улу. А вы никуда не переключайтесь.